Бажаю здоровья, шановне украинцы. Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Сегодня говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это был очень продуктивный наш с ней разговор. Рабочий разговор. Есть подтверждение от госпожи президента относительно макрофинансовой поддержки для Украины. До конца этого года и в следующем году. Объем и детали этой программы будут представлены нашими европейскими друзьями уже на начинающейся неделе. Говорили также о помощи в обновлении нашей энергетики, энергетической инфраструктуры. Я благодарю и за полную поддержку наших усилий для сохранения экспортной зерновой инициативы. Конечно, обсудили сегодня с госпожой Урсулой фон дер Ляйен ужесточение давления на иранский режим. Его соучастие в российском терроре должно быть наказано. И этот вопрос мы вынесем не только на уровень наших традиционных партнеров. Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать эту войну. А следовательно и продлить действия тех угроз миру, которые спровоцированы именно российской войной. Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы сейчас были бы уже ближе к миру. А это значит ближе к полному разрешению продовольственного кризиса. Ближе к разрешению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации на энергорынке. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа, который Россия не прекращает. Поэтому абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать за последствия этой войны. В эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны. Есть сбитые. Но, к сожалению, есть и попадания. Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. Прежде всего, энергетической. В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Мы готовимся отвечать. Но также, пожалуйста, заметьте, все чаще есть сообщения, что в Черном море на боевом дежурстве не вышел ни один носитель калибров. Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе. Я уверен в этом. Продолжаются очень жестокие российские атаки в Донецкой области. Враг несет там серьезные потери. Но несмотря ни на что, несмотря на любые потери, продолжает гнать своих мобилизованных и наемников на гибель. Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают это страшное давление, сохраняют устойчивость и героически защищают наши позиции. А особенно я хочу отметить сегодня бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за храбрость, за героизм при обороне на Авдеевском направлении. Также благодарю каждого и каждую, кто привлечен к ликвидации последствий российских террористических ударов по Харькову, по Запорожью, по городам и общинам Днепропетровщины, по Николаеву. Обязательно выгоним оккупантов, обязательно гарантируем безопасность всем нашим городам, всем нашим общинам. По состоянию на этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 миллионов потребителей. Больше всего сейчас, в Киеве и Киевской области. Действительно сложно. На неделе у меня было несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по поводу вероятных вариантов ситуации в энергетике. Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим ответные действия. Чего бы не хотели террористы, чего бы не добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас. Быть еще более готовыми к освобождению всей нашей территории, чем сейчас. Ежемесячно должны ставить сложные цели и, проходя через них, становиться еще крепче. Слава всем, кто сражается и работает ради нашей победы. Спасибо всем, кто помогает. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!